Здравствуйте, уважаемые петербуржцы! Театр поэтов опять в ваших телевизорах. Меня зовут Владимир Антипенко. Это моя авторская программа. Она называется Театр поэтов. И сегодня у меня в Театре поэтов поэты Сергей Медведев. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И поэт Александр Рар. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Сначала мы мучаем там людей стихами. Собственно, начинаем. Пожалуйста, Сергей Медведев. Мой друг, со мной иди. Твой долг совсем не сложен. Молю, не подведи. Я буду осторожен. Я взял тебя с собой и за тебя в ответе. Всегда возможен сбой. Все может быть на свете. Идем мы по пескам и по грязи болота. Навстречу ураган и в мочежине кто-то. Но я тебя храню. Ведь я один не справлюсь. Пою я славу дню, когда тебя проставлюсь за то, Что ты был мне напарником надежным в походе при луне. Мы будем осторожны. Я наблюдаю в себе эгоизм. Острый, невзрачный, кристальный и колкий. Стекла разбиты, сталь да иголки. Вот эгоизм и шальной шаманизм. Раз, расплавляю его волшебством. Два, добавляю любовную лаву. Три, призываю в себя божество. Тело мое, его место по праву. Я наблюдаемый, глубже смотрю. Полая, полная, чистая вечность. Я человек, и во мне бесконечность. Вот мой родной, безупречный приют. Спасибо. Александр Рар, это был, дорогие друзья. Ну, гости сейчас сами все скажут. Сергей Медведев. Что там, закончил, учился, родился? Ну, так. В двух словах, быстро, можешь сказать? Ну, я в свое время закончил эстетическую школу по вокалу и фортепьяно. На флейте я учился играть сам. Мне просто показали, когда учился в университете. В университете на кого ты учился? Ну, я учился на агрохимика, но это... Неважно? Да, но это неважно, как вы правильно заметили. Хорошо. Вот. Ну? Вот. Потом, я там еще в свое время играл в группе джем-ди. Вот. Потом мы расстались. Ну, теперь вот я выступаю со своим собственным репертуаром. Ясно. Хорошо. Это был Сергей Медведев. Александр Рар. Где, чего, как? Закончил политехнический университет два года назад факультета экономики менеджмента. Это не самый лучший момент в моей жизни был. Ну, что я. Ну, в общем, закончил. В общем, закончил, да. Самое главное, что... И проект это у тебя еще есть. Да. Который объединяет Александра Зернина, Александра Рара, какую-то девушку там. Нас много. Да. И мы увеличиваемся потихоньку. Я даже подумал создать в скором времени премию экспериментального творчества оттуда. Это так называется? ЭТО. 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 Значит, вот все. Мы представились, а теперь все мы находимся в театре поэтов. Меня зовут Владимир Антипенко. Я руководитель театра поэтов. Послушайте настоящего. Вот. Кстати, в интернете можно все нас обнаружить. Ребята, давайте представим, что мы на сцене. Собственно, мы на сцене. Там нас смотрят. И давайте как-то творчеством дарить туда сейчас людям. А потом будем беседовать еще. Угу. Поехали. Когда сорвется твой автомобиль с неосвещенной звездной магистрали, споткнувшись об космическую пыль, начнется в атмосферных газах ралли. Вниз головой ты падаешь из тьмы. На белый снег, далекий словно бездна. В пучину горных ледников зимы. Сопротивляться силе бесполезно. Она несет твой корпус все быстрей. Сквозь облака из ледяных осколков. Все глубже, все ужасней и светлей. Вершины гор торчат, как зубы волка. Как долго тянется последний миг. Небес достигла роковая трасса. Ты заменяешь безобразный крик молитвами космического транса. Встречая в городе современность века, забывший на миг наш культурный распад, я шел по улице и нашел человека, похожего на автомат. Он вел и чувствовал себя соответственно, поспешно свою источал механичность, автоматически меня поприветствовал. Ну, здравствуйте. А где личность? В ответ удивленно спросил я конкретно. Куда подевался машины-водитель? Где управляющий вашим объектом? Отойдите. Барьером он встал предо мной тарахтящим и начал транслировать гимны системе. Искусственный, ложный и ненастоящий. Я не в теме. Я не хочу слушать ваши поломки. Мне неприятен ваш грохот затворов. Мне бы хотелось вибрации тонкой, а не шума мотора. Вот что вы стоите, мешая идти мне, Зависший с дефектом спонтанности робот? С миром лишившийся связи интимной Порвался ваш провод. Он стал подгружаться. Заряд батареи растратился, видимо. Я только рад. Прощаться пора с человеком скорее похожим. На автомат. Щемяще скользко, золото манящее, Танцует осень в парках октября. С высоких сосен грустный парикмахер Стрижет на землю волосы дождя. Сидит и небо кашляет сердито. И так далее. Мы приготовили такой экспромт. Это мое стихотворение маленькое было. Ну там еще дальше есть. А просто Сергей Медведев еще и музыкант. Правильно? Правильно. В данном случае это была импровизация под стихотворение, под фрагмент стихотворения Владимира Антипенко. Да. Сережа, но у тебя еще, я знаю, есть собственные проекты. Ты уникален тем, что ты умудрился не просто стихи исполнять со сцены, но в тебе еще сочетается именно певец, творец и композитор. Есть такое. А можешь как-то продемонстрировать буквально чуть-чуть, вот что это? Ну или не чуть-чуть, так давай. Послушай, ну Саш, а потом тебя будем так. Ну монолог Карена, соответственно. Кого? Монолог Карена из «Запретного плода против табу». Давайте. Как-то мне приснилось, до чего был ясным сон, пока в Руси я не лилась из моих окон. Чей-то голос звал меня больше не терять ни дня. Должен я идти куда-то под покровом звездопада. Я зачем-то избран Богом в одинокую дорогу. Я проснулся, и тогда очень яркая звезда с неба сгинула во тьме, и в полночной тишине я отправился туда, куда сгинула звезда, но потом я пожалел, так в пути ослабел. постучался в двери дома, но охрана прогнала. Там богатые хоромы, видно и хозяйка зла. шел я серыми дворами, по трущобам, пустырями, в келье я твоей теперь здесь всегда открыта дверь. Здорово! Вот, дорогие телезрители, это все его собственного сочинения, и музыка, и стихи, ну и исполнение тоже собственного сочинения. Вот такой Сергей Медведев. Сережа, я знаю, что ты еще занял второе место на конкурсе. Да, было такое. Значит, это конкурс. Организован он был главным вокальным ресурсом Санкт-Петербурга. Да, они раз в месяц проводят вокальные марафоны. Каждый марафон посвящен какой-то теме. Как это называется? Выбрать. Вот марафон, в котором я участвовал, назывался «Хиты 90-х». Ну, я тогда спел «Лимонное дерево». Первое место заняла Татьяна Уланская, которая спела костюмированное, она здесь подготовила такое костюмированное пупури из хитов 90-х, которое так еще образовывало историю. Ну, ты считаешь, что это достойно? Не, ну, сама Татьяна Уланская действительно отличная певица. У нее такой... Не стыдно быть вторым. Да, не стыдно быть вторым. Хорошо, а много вас было там? Там заявилось 45 участников, но до места проведения конкурса дошло 30. Из 30 ты второй. Да. На самом деле, первый, для нас первый всегда. Татьяна Уланская просто певица, а ты еще и поэт. А вот у нас еще поэт Александр Жар тут находится. Саш, тихотворение? Тебе. Не, ну давай. Ну, хочешь стихи? Я бы прочитал про время. Это одна из моих любимых тем в последнее время. Ну, давай. Делай, как считаешь. Пожалуйста. Такое стихотворение, трансовое слегка. Мы отвыкаем от времени. Мы немеренно скованы временем. Мы временно сдержаны временем. А без времени видим сны. Преднамеренно вырвись из времени. Без потерь простираться во времени невозможно. Ведь все это временно. Ведь все это временно. А у времени только ты. Только ты ощущаешь время. И... И не я, и никто в этом времени Не подскажет ответам уверенным, Кто во времени ты есть сам. Попытки вернуться ко времени, Неравенства в вере и в рвении. Мы вновь привыкаем ко времени, Ко временным этим местам. Браво. Да, спасибо. Тоже аплодисменты. Александр Рарф. Александр Рарф. Саша. Да. Я знаю, что у тебя тоже много всяких творческих проектов. Там побед. Ты какое-то там еще в свое время молодежное тоже что-то победил там, да? Ну, это не совсем... Ну, да. У меня были награды за всякие проекты. Как это называлось? Я уже даже сам не помню. Ну, в двух словах быстро. Предпринимательские проекты. Где они проходили? Это те самые, которые на озере Селигер, да? Отчасти там. Но это вообще целое движение программы. Я не понимаю, что ты занял там? Кем ты стал там? Никем не стал. Ладно, ты первое место занял там в каком-то... В проектах, да. Школа музыкальных технологий была такая. Ты сочинил проект, вы там, ну, что-то за самое это все оценили. Да, нам даже деньги предложили. Вот, надо было просто найти еще часть, которая была не по карману. А идея сама проекта в чем была? Ну, это длинная история. Лучше об этом не будем. Ну, да. Не, ну, просто я к тому, что... Не важно там, кто в чем победил. Я там тоже один раз победил в каком-то подвале, там, лучше всех прочитал стихотворение. Вот. Значит, Саша... Суть в том, что за образование вот сердце болит. Вот. Что болит? Сердце болит за образование. И за школьное, и вообще. Вот. За образование даже в глобальном смысле. Образование человека. Человеческого существа. Ну, как оно болит? Что делать? Ну, вот просто-просто вот изо дня в день я думаю, как что можно улучшить. Ну, что, надумал что-нибудь? Ну, да. Ну, сейчас в основном я про школы думаю. Да нет, подожди. Я думаю, я надумал. А что конкретно? Серега, Сереж, тебе интересно? Изменение бальной системы, например. Переход на... Изменение бальной системы. Как? Накопительная бальная система. Ну, это тема для отдельной передачи. Это очень далеко от появления. А, просто такое поверхностное. Хорошо. А у тебя о чем сердце болит все же? О чем сердце? Ну, вот если брать те философские тексты, которые я писал, и с которыми я в свое время выступал в философском кафе, то прежде всего меня интересовал вопрос, каким должно быть искусство. Я там развивал свою нормативную эстетику, которую я изложил в трактате «Структурирование современной оперы», ненормативную эстетику, которую я изложил в трактате «Эстетика интегральных состояний». Вот. Там идея основная в том, что искусство должно быть тем... Вот у Саши же есть стихотворение, что там между строк ощущения. Вот. Вот. Мне кажется, оно об этом же. Так это, извини меня, написано во всех исследованиях об искусстве, что это между строк, что искусство не в том, чтобы в лоб что-то сказать, а чтобы как бы вот иногда в чем-то неправильном, когда вот в каких-то... Чуть-чуть, вот чуть-чуть и уже искусство, а чуть-чуть меньше уже просто какой-то китч там и так далее, да? В этом суть? Ну, в принципе, да. Просто там... Так, естественно, правда, она всегда одна. Просто есть нюансы, и каждый об этом может написать по-своему, ну, кто занимается этим вопросом. Хорошо, я задам вам сейчас обоим... Обоим правильно сказал, да? Не обеим же. Конечно. Вопрос очень важный. Вот ты мне... Я, кстати, шел с этим вопросом, а ты как раз эту философскую почву подвел. А сейчас давайте мини-такой перформанс стихотворный делаем. Начинаем с Александра Рара. Не ищите певца, если подлинный он, то найти его можно лишь в песне. Коль художник пропал, полюбуйтесь холстом, растворился он в красочной смеси. Не вопрос, где поэт, он рассеян в словах, в стихотворном развеян эфире. Где же Бог? Его нет. Вдалеке, в небесах он растаял в творении мира. Дорогие друзья, вот случилось чудо, нам позвонил кто-то. Поэтому мы сначала слушаем звонок, а потом перформанс продолжаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Звонок сорвался. Хорошо, это тоже был перформанс, звонок сорвался. Александр Рар здесь распинался перед этим, а теперь Сергей Медведев продолжает. Не говори мне слово «надо». Оно способно лишь травить мне душу душной канонадой приказов правил, как мне жить. Не говори, вставай мне снова. Не встану я. Ну, не могу, когда я слышу это слово, не преодолевать пургу, не драться за свою награду. Во всем я меру должен знать. Да, это надо. Очень надо. Но всех преград не разорвать. Мои ресурсы на исходе. Совсем я выбился из сил. Я знаю. Отступать не в моде. Про свой обед я не забыл. Я все прекрасно понимаю. Этого мало. Надо гнать. Нет сил. Хочу я чашку чая и лечь в уютную кровать. Спасибо. Сергей Медведев. И у нас все-таки звонок состоялся. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Алло, алло. Слушаем. Слушаем, да. Говорите. Дорогие ребята, Сережа и Саша, это говорите Ирина Ковшевная. Да, Ирина. Я вас слышала. Ваше замечательное выступление, особенно Сашу Раар я знаю, более близко. А Сергея я слышала дважды в Усальде Державина. Ваша поэзия, она очень близко мне по духу. Вы филосы в какой-то степени. Вы молодцы. И все-таки я хочу вам задать вопрос. Что вас вдохновляет на поэзию? Откуда создаются ваши образы? Спасибо. Спасибо. Ирина, подождите, не уходите с линии. Алло, Ирина. Да, 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 не ухожу. А Владимира Антипенко вы не рады видеть, да? Да я его всегда рада. Да. Я сейчас к гостям обращаюсь. Ирина Михайловна. Ирина Михайловна. Алло. Алло. Слышите меня? Да. Можете небольшое, короткое стихотворение свое исполнить сейчас? Я? Да, да, да. Небольшое какое-нибудь, лирическое. Давайте. Слушаем. Ирина Ковшевная в эфире телеканала. Вот. А мы будем вам подыгрывать. Бери флейту. Давай, давай, давай. Чарующая песня. Волн до конец крупного богата. Как на картине старый челн плывет неведомо куда-то. Конечный курс мне не знаком, а веем тайной необычной. Куда плывет, покинув дом, что ждет в просторах безразличных. Скорее всего, седой рыбак спешит поставить на ночь дети. Или юноша, забыв про страх, плывет вперед к своей победе. Надеюсь, что им повезет в пространстве вольного течения. И челн на древних темных волн растаял словно на возденье. Спасибо. Ирина Михайловна Ковшевна. Спасибо. Ребята, ну вот вопрос вам был задан. Можете так коротко ответить, а потом продолжаем стихи, иначе ничего не успеваем. Ну, как, откуда-откуда? Из жизни, конечно. Хорошо. У тебя? Да? Ну, можно так ответить аналогично. Это очень общий такой вопрос. Вообще, откуда берутся идеи, я так понял, образы для стихотворения? Я бы сказал, откуда. Ну ладно. Все, давай тогда стихи. Давайте саму суть. Ну вот да. Если к вопросу из жизни, значит... С тебя давай начнем. Ага. Если к вопросу того, что можно взять из жизни, например, вот, связанное с занятиями единоборствами. А, кстати, да. Дорогие телезрители, здесь сидят просто два молотобойца или как это, ушуиста, люди, которые занимаются ушу, да? Нет, я занимаюсь айкидо, а Саша Тхакмандо. А, я все перепутал. Ну, в общем, если чего, так сказать, зовите, помогут защитить, так сказать, добро побеждает зло. Кто победил, тот и добрый, да? Давай дальше. Уборщица стирает кровь статами за юными усердными бойцами. Вот такой короткий. Александр. А я бы хотел прочитать стихотворение на такую парадоксальную, мне кажется, для поэта тему о неспособности слов выразить то, что происходит вообще внутри и так далее. «Люди» Возвав в осадках из выводов, я вдруг, завлекаемый новой загадкой, встречаю из версий выводок. И звери встречаются в качестве версий, все ищут чего-то, да рыщут. Внимание, что ли? О, как это зверский на шум для предметов добыча. Зародыши леса, дремучих концепций, разбросанных в качестве семечек, Корнями поверья внедряются в сердце, лишь ветками чиркнув по темечку. Я знаю, где есть бессловесное место, туда не хожу я намеренно. Люди теряются в джунглях словесных, и я один из потерянных. Убрав все лишнее, открыли арматуру. Забыли мы правой черный узор, который кто-то там навесил сдуру, чтоб занимал он место до сих пор. Нам не понять, зачем все это надо, когда гораздо проще и без всего, что выше, чем потребность. Жизнь монада. Нет лишнего, кривого, ничего. В ней все продумано, все чисто, оптимально, звук идеальный — это тишина. Любая вещь всегда функциональна. Зачем же мне такая жизнь нужна? Нет смысла воли, содержания в ней. Нет места мне среди таких людей. Нельзя отстать, нельзя остановиться. И незачем бессмысленности смысл, как бесконечности. Не надо чисел, оставленными будут пусть границы. Покинутыми будут пусть границы. Преодолением давления держим. Воспитанный мышлением режим границы превращает в небылицу. Истории — исток необходимый. Истории — и я, творец неумолимый. Нельзя отстать, нельзя остановиться. Благодарю тебя, уединение. Брожу я по нехоженным тропам и слушаю божественное пение прекрасных птиц, снующих тут и там. Аллея ласковых колючих елок. Тропинка сквозь ущелье на песке. Мой путь сюда был так тяжел и долг. Но я дошел. Я жизнь держу в руке. Я не вернусь, пока есть силы в теле. Пускай я беззащитен, уязвим. Я не в уютном городском отеле. Но я свободен духом молодым. Лишь только не дожить бы мне до дня, Когда проглотит город и меня. Мне слов дай звук, стук, ор, гам, шум. Миг лад двух рук, мир дар всех дум. Блик, клик, щелк, тик, сказ, раз, звук, зов. Есть ноль, лишь миг, мир, быль. И слов нас нет. Да вдруг звон звон из сум. Нам слов дан звук, стук, ор, гам, шум. Спасибо! Дорогие друзья, вот телезрителем, вернее реальным живым зрителем был я здесь, Владимир Антипенко, ведущий и автор этой программы. А у меня в гостях сегодня Сергей Медведев и Александр Раар. Замечательные поэты. Я знаю, что Александр Раар сейчас стал Александром еще и это. Можешь два слова сказать о своих сущностях? Что это такое? Ну, это просто подразделение, это как, ну, такие жанры. То есть, грубо говоря, Александр Раар создан для того, чтобы писать воодушевляющее стихотворение за жизнь. Ну, это все ты. Да. У тебя есть вот стихи от имени Александра Раара. Да, я не сумасшедший, это не мои искажения личности. Есть стихи от имени Александр Этто, да? Угу. Есть стихи от имени... Ася Ясиной. Как? Ася Ясина. Раньше была Анна Вознесенская, сейчас она Ася Ясина. А теперь Ася Ясина. Да, вот так вот. Ну, еще что-то есть. Можно в интернете, Вконтакте Этто, да? Поиск по сообществам Этто. Этто. И обнаружите Александра Раара. А у тебя... У тебя есть сайт, я знаю, да, Сергей Медведев? Ну, у меня есть сайт, у меня есть... Вот вчера создал только паблик Вконтакте. Ага. То есть можно... Вы уже подписались, я видел. Да, да. Сергей Медведев, да? Ну, там... Это... Я обычно пользуюсь псевдонимом Модус, по крайней мере, когда треки свои музыкальные... По простому, как человеку найти? Вконтакте Сергей Медведев... Модус, знак подчеркив... Ну, в адресной строке... Сергей Медведев... Никто не будет в адресной строке ничего писать. Сергей Медведев, поиск по сообществам. И обнаруживаете. Правильно? Ну, Модус еще латиницей поищите. Где Модус? Какой латиницей? Вконтакте. Вконтакте просто. Вот именно. Вконтакте. Сергея Медведева, поиск по сообществам. Да, сегодня наша программа получилась такая оригинальная, нормальная, хорошая, замечательная. Вот. Театр поэтов, послушайте, справил свои десятилетия в усадьбе Державина вот на днях буквально. Вот. Мы благодарны музею Державину за то, что он нас принял. Спасибо огромное. Кстати, советую там пойти посмотреть. Очень интересные у них выставки там и всякое разное. Вот. И экскурсии. Вот. Мы, в общем-то, сегодня завершаем свой эфир. Вот. Я сегодня почти ничего не прочитал, да. Но я отдал вам, так сказать, эти права быть поэтами. Вот. Слава Богу. Сережа, вот, есть у тебя какие-то два слова, так, на путь? Вот. Вот. Родишь? Я думаю, даже если у вас что-то не получается, это не повод стесняться это показать. Спасибо. У тебя. Александр Рар. Лучшее, что можно делать, это становиться лучше. Спасибо. Ну, все. В общем, сегодня был Александр Рар, замечательный поэт у меня в гостях. Был и есть еще в студии здесь Сергей Медведев. Вот. А я, Владимир Антипенко, прощаюсь с вами на неделю. Но, друзья, мы еще встретимся и всячески будем друг с другом общаться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok